Приветствую вас, дорогие мои братья, сестры. Судя по количеству комментариев и просмотров, вам моя предыдущая история понравилась, поэтому возьму на себя смелость и дерзновение рассказать вам еще одну. Для этого вернемся в 1996 год, когда в городе Першотравенск наша церковь переживала время сильнейшего духовного пробуждения. В то время к нам начало приходить огромное количество людей, зависимых от наркотиков и зависимых от алкоголя. Они получали сверхъестественным образом свободу. Некоторые из них, наши братья, сестры и яд, в том числе, брали к себе домой, для того, чтобы они могли, как говорится, перекумариться и потом могли уже нормально вернуться к нормальной жизни. И когда я увидел такое количество людей, принял решение открыть вторую по счету библейскую школу. На этой второй по счету библейской школе училось около сотни людей, не помню точно сколько, в большинстве своем это были все люди, бывшие, зависимые. И я вам скажу несколько слов об атмосфере библейской школы. Знаете, библейская школа это не место, где люди просто получают какие-то знания. Это место, где люди готовы к радикальным изменениям в своей жизни. Люди, получившие свободу от наркотиков, от алкоголя, многие из них просто даже не знали, как жить без этого зелья. Почему? Потому что большинство из них, зависимость началась еще в молодые годы и фактически они прожили, ну вот, те годы, в которые люди учатся, получают какое-то образование, получают какой-то духовный, какой-то жизненный опыт. Они прожили в наркотическом угаре. Ну и вот мы открыли библейскую школу, все были готовы к изменениям и там царила атмосфера Святого Духа. Всегда, если люди готовы меняться, Дух Святой будет могущественно действовать. Потому что Дух Святой как раз и послан в нашу жизнь для того, чтобы что-то сделать внутри нас, а потом что-то сделать через нас. Эта школа шла на протяжении трех месяцев, каждый день с понедельника по пятницу, с полдевятого утра и до часу дня. Практически все предметы преподавал я самостоятельно. И вот в один день двери в наш зал, они очень громко распахнулись и туда вбежал такой расхристанный пацан и начал бежать на сцену. Знаете, первая мысль, пьяный или наколотый, он весь был в слезах и он упал на сцену и говорит, помолитесь за меня. Я такой грешник, мне надо покаяться, я хочу получить свободу, я хочу измениться. И, конечно, мы за него помолились, мы попросили Бога, чтобы Бог его освободил. Потом он вышел в коридор, мы продолжили занятия и уже после занятия я узнал, что же все-таки произошло. В то время для изготовления наркотиков, а изготавливали лоширка, нужно был ангидрид. И вот этот ангидрид, его продавали до какой-то фабрики или на каком-то заводе в Луганской области. И те люди, которые занимались продажей наркотиков, они же занимались и продажей ангидрида, они садились на рейсовый автобус, ехали в сторону этой Луганской области, покупали там ангидрид, привозили его в наш город и перепродавали за большие деньги. И этот парень поехал туда, купил банку ангидрида, по-моему, литровую, если я не ошибаюсь, мне сказали, что стоимость ее на то время была где-то 2000 долларов и вез ее домой. Когда он уже подъезжал к Першитравенску, его что-то захлестнуло и он начал плакать и понял, что он грешник и ему нужно покаяться. И вот эта атмосфера, которая исходила из библейской школы, она начала распространяться на город. И потом мы увидели, многие люди, которые занимались торговлей наркотиками, они приходили в церковь, может быть, не все искренне каялись, не все искренне приходили к Богу, но вот эта атмосфера, она начала захватывать многих. 2000 долларов в виде банки ангидрида мы вылили в тот день в унитаз нашей церкви. И, кстати, в этом унитазе взгинуло очень много и мака, и ангидрида, и растворителей разных, и прочей-прочей-прочей гадости. Я хочу сказать, что атмосфера может очень сильно влиять на то место, где мы находимся. Знаете, однажды Давид сбежал от Саула, и он сбежал к Самуилу. В то время Самуил имел учеников, и они вместе с сонным пророком передвигались по Израилю. Сон пророков – это было такое место, где люди создавали духовную атмосферу. Вот Иисус, Давид вошел в этот сон, и Дух Святой сошел на Давида. Когда его враги вошли в этот сон, они вошли с желанием убить Давида. Но в атмосфере Святого Духа эти желания поменялись. И написано, что они упали, и они начали пророчествовать. И потом другие слуги Саула пришли за Давидом, хотели его убить, и тоже упали в этой атмосфере, и тоже пророчествовали. Потом Сам Саул пришел, и тоже упал, и тоже начал пророчествовать. Вот атмосфера Святого Духа меняет людей и в церкви, и она распространяется на город, поэтому меняется и город. Знаете, в нашем городе спаслось очень много людей зависимых. Самое интересное, они продолжают там спасаться. И это все благодаря атмосфере, атмосфере Святого Духа. Дорогие братья и сестры, хочу вам напомнить, что очень скоро, с 18 февраля у нас начнется Библейская Школа. А Библейская Школа это атмосфера Святого Духа. Приезжайте на Библейскую Школу, принимайте в ней участие, в этой атмосфере у вас изменится сердце. В этой атмосфере у вас уйдут грехи, в этой атмосфере от вас уйдет всякая зависимость, одержимость, всякое проклятие. В этой атмосфере Бог исцелит вас от болезни. Это атмосфера ученичества, это атмосфера, где люди готовы меняться. А где люди готовы меняться, там Дух Святой готов действовать. Ожидаю вас, дорогие мои братья, сестры на Библейской Школе. Надеюсь, эта история вам понравилась. Всего вам доброго. Продолжение следует...